Подруги, привет! Я сегодня снова свободу попугаем, в общем, я решила воспользоваться вашим мудрым советом и сбагрить ребенка на мать. Коль уж мать у меня есть, она, в общем, сегодня с малышем осталась дома, а вот, смотрите, ко мне приехала моя подруженца. Сегодня буду вам о ней рассказывать. Досье Елена Рузгис. Она же Рузгис, она же злобный суслик, она же старая кошелка, она же короткая хуйня. Живет с полным убеждением того, что она сильно воспитанная принцесса, но все окружающие ей улыбаются и с ней соглашаются только из страха, поскольку это достаточно страшный человек и есть подозрение, что это серый кардинал Камеди Клаб. Долгие годы она отработала в этой компании и даже сейчас, когда она оттуда ушла, человек, который замещает ее, называется Рузозаменителем. Ее бойфренд в ее отсутствии во время отпуска позвонил и сказал, что очень скучает по ее требовательному отношению к жизни, а его друзья облегченно вздохнули, поскольку называют ее маленьким командиром и в ее отсутствии наконец-то могут встречаться со своим другом без согласования планов с Леной. Прекрасно готовит борщ, в тусовке пользуется большим почтением. Ради своих она перевернет любую гору, сделает сальто, хлопнет девять раз в ладони и в целом будет самым прекрасным другом на свете, только до того момента, пока ты не опоздаешь на встречу. А вот если тебе доведется опоздать, то ты встретишь демона, особенно если это произойдет в воскресенье и особенно если в субботу была тусовка. Но во всем остальном Лена прекрасный, позитивный и широкой души человек, великолепный друг и в целом лучшее, что в нашей жизни могло когда-либо произойти. Я прекрасно выгляжу там в кадре? Нормально, да? Ты вообще прекрасно выглядишь всегда? Враню. Вот. Но короче, вчера Лена доблестным образом рвалась через границу, прилетела к нам из Москвы. Ну и в общем были у нее приключения. Слава богу, авиасообщение нам сюда открыли. Границу тоже Латвя открыла и вот пока она ее открыла, и не передумала. В общем, Лена воспользовалась возможностью и прилетела сюда. Ее там пытали, паспорт забирали. Ну, в общем, на скамейке она сидела и сильно базарилась. Сильно она старалась и, в общем, рассказывала, какая она прекрасная, сколько у нее документов. Но она по-российски собралась и, в общем, с целой папкой его документов она и как бы ехала. Вот. А мы сегодня приехали в Бирму. Сильно туристическое место, ну, как для местных. Легенда называется. Мы пойдем поедим, что ли. Ну, в общем. А там в процессе буду вам рассказывать про своих друзей. Я решила сегодня влог сделать из серии «Расскажи мне, кто твои друзья», и я скажу тебе, кто ты сам. Ты уверена, что люди должны это знать о тебе? Я не уверена. Но влог у меня, как сказать, честный, о жизни. И тут получается, ну, как бы уж как есть. Расскажи, какие у тебя впечатления от нашей пограничной службы, пандемии? Ну, не очень приятные. Но самое главное, что все закончилось хорошо. Я думаю, что пограничная служба всегда это не самое приятное предприятие. По крайней мере, мне не били, не пытали. Нет? Нет. Просто забрали паспорт на час. Ну, видишь. Но было волнительно, да. Сидеть без паспорта было как-то, да, тревожно. Волнительно. Волнительно, был женат на латвийской гражданке. Не мой муж. Мой муж еще как бы это не планирует ему рано. А второй что там у него дома? Они по тоже недвижимости. По документам на недвижимость. Ну, короче, вот они все втроем сидели там, братья по несчастью, и как бы тряслись. Ну, в общем, всех впустили, все хорошо. Мы что сегодня? Да, мы сегодня сейчас мы пойдем поедим. Здесь будем на пляже в Риге. Снова жара 30 градусов, просто невыносимая. Поэтому мы, в общем, будем просто плавиться. Вот она легенда. Мы сюда и идем. Будем сидеть сегодня сильно в тени, потому что это, конечно, невозможно выйти. А так, вот тут такая вот красота всякие. Вот так вот. Можно загорать, можно купаться, можно обедать и, в общем, делать, что хочешь. Да, спасибо большое. Ну, в общем, вот так вот здесь. Прелестненько. Тут у нас в честь дня, в день Хемингоя, коктейли, которые он придумывал. Ну, а я думаю, он там особо не придумывал. Главное, что спиртяжка. Заливал в себя все, что льется. Это нам неинтересно. Будем смотреть, что у нас тут с едой. Так, напитки. Мне нужен какой-нибудь супергазированный лимонад. Вот это вот прям мое. Безалкогольные напитки великолепие. Так, мы, короче, выперлись из легенды. Мы поели... Невкусно? Мы в наших бедах обвиняем господина Николаева, потому что он важным видом отправил, увидев, как зашла вот эта вот большая женщина с камерой и типа снимала. Он сразу же испугался, что непременно его я снимаю. И поэтому попросил официанта удалить мою камеру, и чтобы никто ни в коем случае здесь не снимал, несмотря на то, что это публичное место. Ну и как бы, в целом, при всем уважении, но как бы, извините, если человек с камерой, ну как бы сейчас диджитал эра, так сказать, и, ну, камеры непременно, ну, не направляются обязательно на вас. Я думаю, что всем нам нужно сильно расслабиться и как-то к себе относиться проще, потому что, ну, как бы, сори. Мы поели невкусно, посидели, на важные лица посмотрели и решили удалиться. Мы пойдем прогуляемся, к нам присоединится второй мой друг, о котором я тоже всю правду вам расскажу. И что, ну, короче, мы пойдем вкусный кофе искать по Юрмале, по Юрмале чуть-чуть прогуляемся, а потом, скорее всего, и вернемся в город и там посмотрим, что, да, как. А что касается моей работы, многие спрашивают меня, чем я занималась, вот, чем я занималась. Вот это вот, например, в Юрмале проект «Квартир. Многоквартирная легенда». Здесь он состоит из разных домов. Хэбберн, Чорчилль, Камингвей, Дитрих и так далее. В общем, я работала над тем, чтобы прекрасным людям, которые покупали эти квартиры, сделать еще более прекрасный ремонт. В общем, мы делали дизайн, поставляли все предметы интерьера, ну и, в общем, помогали людям делать их жилье еще более прекрасным. Мы дошли до... Раньше здесь был Брауншугар, называлось заведение. Вот такие вот здесь красивые, красивые здания. Юрмала, конечно, прекрасно. И тут всегда такое, знаете, туристическое какое-то ощущение. И в целом мы с Ленкой сейчас говорили, вот если тебе в офис не надо, то наше существование в Риге, в Юрмале, оно ограничилось всегда. Как бы перемещением с одной кафешки в другую. Вот прям вообще вот такое вот курортное существование. Так что в целом мы этим сейчас и занимаемся. Мы сейчас возьмем кофе с собой, очевидно, и пойдем в город, заберем нашего дружка и там еще куда-нибудь сядем. Короче, мы сегодня сидим. Мы вернулись в город. Смотрите, кто сидит. Этот человек, ответственный за рождение тандема. Старая кошелка Рузгис, вот это вот. И я, и мать вперед. Короче, ковида у нас нет, мы здоровы. Привет. Мы обнимаемся. Это значит второй мой друган, это Паша. Привет, привет. Досье. Павел Мурашов. Появился в моей жизни, когда мне было 14 лет и очень весело пел и танцевал в то время. На сегодняшний день до сих пор не ясно, чем он занимается. Вроде поговаривают что-то связанное с черными бургерами и музыкой. Сам он рассказывает о том, что пишет песни и уже выпустил несколько альбомов. В том числе работал с такими звездами, как Лепс. Мы, конечно же, в тусовке самые близкие люди, на это смотрим сильно снисходительно, просто обычно улыбаемся и машем. В инстаграме часто демонстрируют попытки играть на синтезаторе. Относится к разряду тех друзей, встречаясь с которыми, ты просто ржешь и ни о чем не думаешь. Поэтому наступает полное расслабление. Особую любовь в своей жизни питает к филафелям, любит переодеваться по несколько раз в день и очень боится перелетов. Короче, мы пытаемся сделать сомнение. А это наш еще один. Эд – человек, возраст которого определить невозможно. И с появлением в его жизни двоих детей и семьи мы с ним стали еще более похожи по характеру и взглядам. И сейчас Эд ровно так же, как и я, самым главным удовольствием жизни, если не целью его существования, считает золотые минуты, когда он просто может сидеть и ничего не делать. И когда вокруг него тишина, и когда он не слышит вопли своих детей. Команда молодости нашей просто. Короче, у нас тут собирается тусовочка. Надо лодку снять. Короче, у нас тут истории дофига. Паша, пора переодеваться. Нет, я сегодня переоделся три раза. У меня такая же история. Только нам с Леной уже стало все равно, мы не переодеваемся уже все. Так, тут, подруги, вам еще немного культурной программы. Вот наши обалденно красивые здания, которые в Риге украшают наши улицы. Главное – ходить и вверх смотреть, а не себе под ноги. Леночка моя. Короче, нам сегодня еще, помимо всего остального, везет на этих людей с претензией. Мы посидели с чуваками, нашими чуваков проводили. И я Леньке говорю, Ленка, ну я, естественно, мне нужно в туалет, кто бы удивлялся. Говорю, держи мою камеру, сейчас приду. Она стоит, копается в своем телефоне, значит, держит мою камеру. И камера, ну, естественно, выключена и направлена вниз. И тут барышня великолепная, сидящая за столиком, рядом, стоящим, демонстративным голосом начинает. Она очень некомфортно себя чувствует, когда на нее направлена камера с большим волосатым микрофоном. А у меня большой волосатый микрофон. И люди себя чувствуют некомфортно. Короче, оказалось, здесь все неженки. Или день такой, или что-то там не срослось. Ну, короче, простите меня, люди рижские, за то, что я тут шарю со своей камерой. Влогер-то я, проклятый. Ходим и это, и бесим всех подряд. Все ради вас, подруги. Тут в парке стоит домик. Только что дети в нем бегали, он как кресло-качалка. Он все время скрипит и качается, да странные звуки. Потому что только мой воспаленный мозг, на меня это ассоциируется не с очень детскими занятиями. Так, а кто его там качает? Ленка сошла и пытается его раскачать, чтобы создать эффект. Вот. Работает, работает, звуки есть. Ну, короче, вот этим мы, собственно, две взрослые бабы занимаемся. Сильно за 30. Мы тут с Ленкой решили пройтись и дошли до старого города. Памятник свободы. Парки красивые с цуточками. А вон там старый город. Ну, от подружки в старом городе театр русской драмы. Одно из моих любимых зданий. А здесь. В старушке, как мы ее называем. Старый город, старая рига. Ну, в общем, вот такой вот у нас сегодня день получился. Я думаю, что на этом можем прощаться. Тем более, что моя мама уже позвонила. И сказала, что давай, дуй домой. Потому что я уже все, закончилась бабушка. С малышом. Поэтому мы чуть-чуть еще погуляем. Я поеду домой. В общем, сори, если не такой интересный и увлекательный влог был. С точки зрения каких-то, я не знаю, полезностей и каких-то там ивентов. Но в целом, как бы, ну, как есть. В общем, нам всегда очень интересно друг с другом. И на самом деле, ну, как бы, здесь чуть-чуть, как бы, как сказать, вы могли познакомиться с некоторыми моими близкими людьми, с которыми мне действительно интересно. И всегда приятно проводить время. И, в общем, мы как-то вместе всегда отдыхаем. Поэтому для нас это было прям очень клево. Ну, надеюсь, вам тоже было интересно понаблюдать, чем мы тут сегодня делали. А не делали мы ровно счета ничего, но это тоже прекрасно. Так что давайте, подруги, до следующего моего видеоролика. Увидимся с вами когда? Ну, в общем, на этой неделе и увидимся. Или на следующей. В зависимости от того, когда этот ролик будет публиковаться. Короче, всем доброго дня. До скорой встречи. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok